Всем привет! Сегодня рассмотрим установку с флешки Linux семейства PC Linux OS на жесткий диск В данном случае у меня на флешке находится KDE 5 Plasma и вот ее мы будем устанавливать на жесткий диск компьютера. У меня есть свободный 8 раздел на него я буду ставить ну нажимаем два раза по иконке столб PC Linux OS появляется вот такая вот симпатичная заставочка нажимаем далее перед этим естественно я при помощи диспетчера сети настроил сеть установил свой пароль диспетчер сети находится вот здесь в интернете вот он он сетевой центр вот сюда когда зайдете зайдете в настройки и поставите свой пароль и так значит я выбираю ручную разметку вот потому что у меня все это дело будет делаться вручную значит вот у меня написано раздел подготовленный раздел KDE я подготовил его назвал KDE сделал это я еще гляну к сменте заранее точка монтирования она тут уже определена вот слеж окей практически больше я делать ничего не собираюсь форматировать раздел форматирован просто нажимаю готово вот пишет выберите разделы для форматирования то есть он все равно будет его форматировать то ради бога пусть форматирует последнее сообщение что раздел который выбран будет сформатирован и все данные на нем будут уничтожены не возражаем тут сообщение что некоторые пакеты не нужны для моей машины и системы они будут удалены да ради бога то есть программа сама автоматически удалит ненужные пакеты чтобы они собственно говоря и память не обременяли вот таким вот образом ну а сейчас просто немножко подождем и затем продолжим здесь программа сообщает что будет использован график значит загрузчик групп 2 с графическим меню и что загрузочное устройство у меня будет вот диск хитачи мой и период задержки будет 10 секунд но меня это вполне устраивает хотя могу сделать даже 15 секунд зависит от вас нажимаем далее далее ну и ждем здесь значит сообщается что по умолчанию будет загружаться пистолин уксус вот с таким то вот ядрышком и значит будет во время записи показываться вот такая вот сплаш картиночка если если я ее уберу то у меня просто будут по экрану бежать строки вот для меня собственно говоря больше устраивает когда по экрану бегут строки поэтому я вот это вот дело просто-напросто вот так вот убираю потому что я так сказать люблю видеть сообщение на экране и нажимаю на кнопочку завершить ну и тут как говорится на русском языке сообщается что выполняется установка начального загрузчика ну и вот финальное сообщение пожалуйста нажмите финиш перестартуете ваш компьютер и удалите значит флешку когда будет подсказано дальше значит я вам так скажу что уже во время загрузки на жесткий диск вас просят ввести имя пользователя и пароль значит у меня было так один раз с образа который я создал где было имя пользователя юзер второй раз она его не захотела принимать я просто написал юзер 2 и все пошло дальше вот такой вот нюанс имейте ввиду ну ладно нажимаем завершить и теперь я загружусь жесткого диска и остальное значит уже часть видео буду вести жесткого диска компьютера всем привет всем привет я значит установил флешки кд пистеленок с кд ну скажем так расскажу что у меня не получилось значит вот здесь вот дается специальный линк эмуляторы Oracle VirtualBox значит я пробовал по нему ее установить но программа не запускается вот хоть ты что с ней сделай дальше кайродок значит пробовал поставить вокруг него получается чернота которую убрать ничем нельзя ну очень некрасиво я вот здесь сделал просто вторую панельку я не знаю у меня это с давних времен как то не очень большая любовь к кедам потому что они очень скажем так прихотливы в настройке можно конечно там покопаться настроить ну вот посмотрите допустим тот же конки менеджер вот идем в настройки прозрачность вот я ставлю прозрачное как он был черный так и остался ставлю псевдо прозрачный как он был такой остался полупрозрачный все то же самое то есть не работает вот непрозрачное все то же самое то есть понимаете вот когда имеешь опыт с самыми разными рабочими столами вот лично у меня наибольше всего огорчений вызывали и вызывают кеды так называемый cool desktop environment крутой рабочий стол ничего крутого здесь я как говорится не вижу ну ряд программ поставил конечно там поставил смплеер поставил видеоредактор тоже через сикость накость там пришлось его ставить но в конце концов поставился хитрый извилистый путь даже объяснять не хочу была раньше у PC Linux очень хорошая штучка так вот родная значит не заработала а вот заработала от мэйта вот два заведем это так называемый настройщик меню загрузки ну допустим я отмечаю восьмерочку окей загрузчик конфигурация загрузчика выбранного раздела будет отображено вы можете там редактировать конфигурацию и так далее в общем что угодно можете делать пишет кажется что у вас есть другие дистрибутивы Linux хотите добавить к вашему существующему группу пишу да вот он мне значит дает что значит один PC Linux у меня поставлен дальше значит значит ну на первом разделе у меня только стоит ценамон дальше значит на седьмом стоит стоит у меня мэйт и на восьмом разделе у меня значит был поставлен сам по себе PC Linux была еще винда но виндун тут даже не заметил насколько я понимаю то есть вот у кого-то может быть кеды работают на ура я здесь спорить не буду это бывает как говорится зависит от пользователей и зависит от железа на котором они работают я не скажу что у меня старое железо не скажу что у меня там сильно новое но нормальное среднее железо в оперативке 4 Intel процессор i5 ну он нормальный средненький такой но на нем кеды у меня не работают вот и все ну ладно суть до дела значит ну допустим мэйт у меня проблем вообще никаких не вызвал PC Linux хорош в настройке удобен все как говорится гибкое поддается а здесь ну как говорится сплошная головная воль я значит просто рассказываю как говорится из своего опыта у кого значит есть большое желание пожалуйста значит зайдите на сайт скачайте сборочку и как говорится флаг вам в руки и полонайте там голову и так далее может у вас что-то и получится даже не хочу здесь и спорить ну у каждого бывает по-своему вот есть еще среди сборок среди рабочих столов PC Linux есть еще и X-Face но он находится в разделе там любительские сборки но тем не менее вы можете его скачать тоже легкая хорошая такая сборочка вот значит а все остальное значит все остается таким же относится к классу значит он операционных систем по типу роллинг-релизов самообновляющихся таких же как Манжара как Arch Linux пакеты у него RPM как у Федоры то есть так-то в принципе PC Linux сам по себе хорош но вот лично у меня кеды ну ни в какую не хотят работать вот и все как говорится тресни ну ладно в любом случае значит вы должны знать что имеется значит PC Linux OS но лично я могу вам рекомендовать Mate и X-Face качайте ставьте и будет вам счастье причем я сделал под роликом имеется ссылка сразу можете попасть ко мне на кладовочку на мега и скачать эту сборку как говорится в ознакомительных целях и ради бога там курочите и дербанте как кому нравится вот таким вот образом ну ладно желаю вам всего самого хорошего всяческих удач и до новых встреч до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч